Всем привет, с вами председатель. К сожалению, сейчас в разгар дачного сезона ну никак у меня не получается снимать ролики чаще. Затеял перестелить крышу, так как она у меня протекала. Только сняли шифер и на три дня зарядили дожди. Еще раз, в очередной раз, уже в четвертый, меня избрали председателем нашего садового товарищества. Нужно следить за огородом, чтобы получить достойный урожай. А кое-где урожай уже собираем. И чтоб он не пропал, нужно его приготовить и закрыть на зиму. Скоро начну заготавливать иван-чай. Через месяц уже пойдут грибы в лесу. А тут еще Джон Коннор приехал из Рима и привез отличный фото и видеоматериал, по которому я уже начал делать свой следующий фильм. И планирую его выпустить в четверг, 4 июля вечером. Но материала много и он действительно интересный, так что одним фильмом вы не отделаетесь. Мы разберем загадки строительства собора Святого Петра в Ватикане, который был построен якобы на могиле апостола Петра. Как почти все крупные архитекторы эпохи Возрождения в Италии по очереди участвовали в проектировании и строительстве собора Святого Петра. Это и Рафаэль, и Микеланджело, Антонио де Сангало, Доната Браманте. Планы постройки постоянно менялись, потому что каждый пытался внести что-то свое. Внутри базилики рассмотрим некоторые гробницы и памятники, которые были поставлены в честь того или иного папы римского, понтифика. И вы представляете, вместо христианских символов их будут окружать языческие божества. Поговорим вообще о христианстве в Риме, о римской империи, императорах, понтификах. Зададимся вопросом, как такое возможно. В Риме стоят античные здания, как Колизей, Пантеон, Форум, которые были построены якобы аж до Рождества Христова. А потом уже мы видим здания эпохи Возрождения, ну то есть Ренессанса. Это 15-16 век, ну та же базилика Святого Петра. Но представляете, нет ни одного здания между этими эпохами. Они либо были перестроены, либо уничтожены пожарами, разрушены, да что угодно. Но никаких следов за полторы тысячи лет в архитектуре в Риме нет. Но при этом отлично сохранился тот же Колизей или Пантеон. Его также называют храмом всех богов. Который, как нам говорят историки, строился аж в 126 году нашей эры. И представляете, построен он был в этом году из красного кирпича. Неизвестно, куда же потом делась эта технология обжига кирпича, что повсеместно и у нас на Руси строятся белокаменные храмы. И только в 15-16 веке опять налаживается производство кирпича. Но логичнее было бы сказать, что и Пантеон, значит, строится в 15-16 веке. Но тогда встает вопрос, как во времена правления римских понтификов строится языческий храм всех богов. Но так уж получилось, когда переписывали историю одним, тому же Риму или Ватикану эту историю удлинили, а другим, то есть нам, ее укоротили. Если я во всех своих последних фильмах задаюсь одним вопросом, когда же на самом деле было крещение Руси? Точно таким же вопросом можно и задаться в Европе. Когда же произошла ее полная христианизация? И с одной стороны мы видим каллиграфически выверенный, идеальный шрифт в мраморных плитах античного периода. И вот такие вот топорные символы христианства, которые пытались изобразить на тех же мраморных плитах. Такое мы часто видели у нас, но реже встречали в Европе. Потому что не так много исследователей может колесить по Европе, посещать ее музеи и разглядывать экспонаты. Я бы, конечно, с большим удовольствием вырвался посмотреть на все это великолепие. Но, к сожалению, хозяйство, дела не дают мне такой возможности. Поэтому пока моими глазами за границей будет Джон Коннор, который покажет нам, что Ватикан это тоже крепость, причем не простая, а звездчатая крепость. И об этом я обязательно расскажу в своем новом фильме. А ведь мы знаем, сколько всего откопано было в Риме. Это не секрет, есть документальные хроники, где сам Муссолини откапывает Рим. Но ведь многое, что они откопали. И Джон Коннор посетил несколько таких подземелий, которые на десятки метров уходят вглубь под жилые районы и по ним водят экскурсии для туристов. Уже на днях на своем канале Джон Коннор выпустит свой фильм про Рим. Кто еще на него не подписан, ссылку на его канал я оставлю внизу в описании под этим роликом. Ну а мой фильм, я повторюсь, выйдет в четверг, 4 июля в 8 часов вечера по Москве. И я обещаю, что это будет очень интересный и познавательный материал. И снова, отдавая дань традиции, мы приготовили для вас новые рубашки с накладными карманами, которые застегиваются на пуговицы. На мне сейчас хлопковая рубашка. Но такие же есть и изольна, цвет которой вы можете выбрать самостоятельно из большого многообразия цветов на сайте магазина Предсельмак. Ссылку на который вы найдете внизу, в описании под этим роликом. И это еще не все, так как мы приготовили для вас интересную, стильную модель гимнастерки с широкой планкой, врезными карманами и блестящими пуговицами. И это не просто дань традиции, а очень удобная, красивая и качественная одежда. Ну и на этом у меня все. С вами был Председатель. Ставьте большой палец вверх, если вам действительно понравилось видео. Увидимся в будущем. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!